муха залетела гони ее выгонять выгоняй строит наши строители там чё-то он сколько насыпалась уже да ладно грохнуть ее там да и все эту муху вон что вы там чирикаете идите 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 ой водичку надо поменять вот так что он не знаю что это что допускай фенит а как ты его да будет ждать он пока ты его раздавишь так все ребята 20 минут 1 вот провозилась с этими огурцами 12 панчак закрыла ну до обеда провозилась пока огурцы собрала пока банки приготовила на мыло потом огурцы на мыло а это все время куда я не знаю когда мы сплаваем там уже все отцвело наверное цветут еще да уже обед куда поплывем я хотела если поплыть то поплыть прям туда вот подальше показать где купалка да я кубается субботу поплыть завтра это делаем еще докосишь и все да все ой но это же надо вот эту айларгию вот это вот сюда посадить войти ну ну сказали же мне что это это гацанья а я думаю это наверное какой-то сорт гацанья другой вот на тебе гацанья что подвергла гацанья вот она вот желтенькая это гайларгия это большие кусты это многолетник ну ладно уже пускай цветет в этом году ну здесь конечно нет ладно да этот отсел там другой будет свести жарко им здесь они пересыхают очень на солнышке через день надо поливать а у меня не всегда получается я бывает то забуду то еще что-то далее малинку надо собирать да вот каждый день что-то надо какой-то грязь у них это она не липкая где они ее нашли им надо поменять стройматериалы а вот здесь вот еще тебе надо выкосить да то пчелка прилетит то еще кто-то прилетит но мух нет у нас скажи а где они ну вот сейчас ты сидишь тебя достают мухи ну где-то большая муха он залетела в дом надо ее грохнуть вот она залетела прилетела и улетела а так чтобы мухи у нас были нет нет у нас мух они осенью прилетают да но откуда они дома берутся осенью когда уже на улице холодно и они лезут во все щели куда они лезут как они пролазят непонятно и неизвестно ну ладно хорошо у нас грядки так заросли что даже трава не растет полоть не надо говорят лёшек кем же работал лёшек я когда рассказала про то что ты меня это спас на таможне а кем же лёшек был неужели депутатом лёшек работал техником по сигнализации при мвд поэтому у него была корочка сотрудник мвд корочка красненькая такой корочка хлеба до до мог везде ходить по но по квартирам ходила нравилось тебе работать конечно свободный да свобода да но с людьми работать тоже надо она со мной когда с монтажникова шел я напарнику говорю пошли что-то здесь что него не пошли да ну да с людьми тоже надо уметь работать да да это я знаю приходишь глазами смотришь и уже знает даст не даст приплатит или не приплатит да да когда телефонистом работал у нас этот дом был на стрельбищенском вы кумча разговаривай не слышно что ты говоришь дом был на стрельбищенском там дом 5 кто же я пришел павлов не знаю а мы когда-то смотрел да педра разорался да и ладно мировая тенис чудо полный анфиса но это любил все ну ладно не важно он такой у него такой хитий как обычно как всегда лёшек но это дело не в том даже что дал или не дал в отношении дело да был один какой-то там почему как он на меня по телефону разорвался да ты что не то слово я пришел я думаю а может ты вот возьмешь займешься вот такими перилами не перилами а подлокотниками да покрасишь их обчухаешь их то покрасишь ну вот сейчас вот смотри как хорошо сейчас здесь не жарко солнышко ушло не жарко ветерок такой поддувает так хорошо даешь ты не говорю прямо сейчас доделай до коси доделай щеткой да металлической потереть да вон она лежит вон на буфете он лежит а зачем и это хорошо дерет ладно да вам есть щетка чуть ободрать и покрасить да можно даже и не снимать их отсюда сейчас там прочитал а цапля любимые твои прилетела прям к нам да не не побежим лёшка любимая цапли тест на что японский тест на старение воздуха найти мышку кушку а на картинке сапог не нашел кукушку потом там нашли кукушку а я не нашел и рыбу еще интересно мне нравятся такие тесты да да змею сразу вычислил да змею сразу прям ну а как ты думаешь конечно конечно маску же не молодой девочка упала напилась свежей водички и упал обалденная жара старожилы припоминают алили на солнышке косточки свои погреть дали лёшка толстопузик еще водички прийти там же все воды надо налить в этот пустой да да уже фыркает фыркает уже да у меня ребята расцвели эти лилейник лилейник расцвел такой красивый ну вот вот это вот красивый лилейник вот глянь какие цветы ну да но они цветут один день вот сегодня цветут и все он отпадет и будут свести другой да ну вот на подходе вот какие бархатцы мои набирают силу он какие их надо тоже полить этот вот немножко другого цвета и не такой полненький вот вон тот он красивый такой же это немножко другой вон какие красота необыкновенная классные розочки расцвели тут надо по обрывать их те которые отцвели вот какой букетик да красивый цвет такой пыльная роза это мята пристроилась здесь это обычный лилейник вот не там розочки цветут надо мне еще выбраться вот сегодня четверг надо было поехать спросить может есть эти розы парковые вот таких кустовые на следующий четверг поедем что алешенька водичка вот тоже такая розочка видите но это посветлее чуть-чуть тут где-то и название у меня было вальс по моему розы вальс до вальс до лишь пропали я там попыталась их пересадить они вот из четырех одна выжила не одна полторы одна там еще такая дышит слабенькая может выживет не знаю так клематис надо запутать ладно сейчас запутать не этот пошел но этот не за это цветочка не было это другой вот этот красивый такой кардинал называется вот сейчас я его запутаю что-то ослабло это растянулась нитка это сюда надо вот так поднять да ладно изоляции иди да иди вот и не ходи тут по солнцу давай вытекаем отсюда 30 на 30 градусов пойдемте домой девочки там прохладненько пока пойдемте девушек сейчас водички нальет в бак сюда в этот спрашивали у меня сколько осталось ну я показывала уже вот что осталось совсем мало салатов у меня не осталось вот остался томатик осталось приправа для борща заправка для борща это вот аджика тут аджика как-то у нас не идет не знаю никто ее не ест потому что хреновина есть вот перчики не пошли у меня в прошлом году закрывала не пошли такие красивые вот как-то что-то огурцы вот остались не буду больше делать вот эти вот как для гамбургеров в макдональдсе сладкие они слишком получились вот вот это вот огурцы соленые но вот я же говорю через банку банка мягкие банка нормальная вот лечо немножко осталось огород помидорчики вот немножко и арбузы спрашивали как арбузы а я их даже не пробовала ребята даже не удосужилась открыть и попробовать вот это пюре яблочное вот ну все там он повидло кабачки еще вот есть не буду делать кабачки тоже у нас как-то не очень идут а это тут немножко варенье соус там он такой вот в общем все вот так вот а грибочки там он еще остались вот это все в общем толком ничего не осталось огурцы надо катать по полной помидоры тоже вот потому что помидоры у нас юрики любят помидоры и огурцы в основном они берут помидоры и огурцы ну и салатики тоже любят так что так вот вот такие вот за пасеки при пасеке ну вот сейчас уже начнет пополняться кладовка моя надо все сложить аккуратненько порядок навести а я после последней отгрузки не переставляла ничего не переделывала ну как-то так ладно перелил эх лёшек высохнет да сейчас вытру что-то ты перелил пока чу свет не включил а я включил а где он включенный тут-то я тут включил ахахахаха лёшек пошел все наворошить а оно наверно уже сухое да не не а а а а а а а а и там еще вот спрашивают меня чего не сажаете капусту вот гляньте посадила сколько капусты вот брокколи или цветная хоть что-нибудь есть гляньте гляньте но ничего вообще ни на одном кусту тут вот головка хуже хорошая можно срезать вот такая уже прям то что надо там вон и там а там он тоже пусто видите ничего вообще ничего это капуста это наверно не наши да не выращивали не стоило и начинать больше я ее сажать не буду ой перчик тут у меня какой вон видите какой перчик надо сорвать он еще правда не очень острый ну ну есть вот видите какой красивый стенцы это я косила а вот это отсюда и туда скидывала ну а чё то я курочкам в этот оно мелкое такое на зиму да ты его сильно не раскидай тебе же собирать придется ну завтра оно наверно уже будет готово сегодня вечером сегодня вечером 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 а там лишь под ним мокро ну да это будет сохнуть потому что толстый слой там уже все можно сделать вот эти вот лёшек надо еще выкопать ну да займись 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 да ну что пойдем обедать пойдем обедать пойдем обедать ой салатик же еще хотелось сделать интересно кура видит когда он вон он а вон он летает кура ты его видит я думаю видно его нет высоко это у нас только растение сейчас смотрим вон у него лоптика такая да ага видит как да ну говорят же зоркий как сокол да ладно пускай летит а кори его видят ну они видят когда он уже низко а так высоко не видят они же смотрят вниз а как тень промелькнет сразу Педро дает клич и они все разбегаются прячутся да дал знак да куда он залез залез наверно пойдем жарко на солнце так лучок там у нас есть или надо сорвать да 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 парочку сорви пускай будет парочка все пойдем обедать ой 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 лепят лепят а а там наблюдатель как всегда не работает а здесь Нет, она только что улетела оттуда. Тоже лепила. Да, они вдвоем лепят. Ну, сейчас подождем. Они улетят, потом пойдем. Вон на этой сидит. Да, она постоянно сидит. Я вчера жду. Все, теперь можно идти. Подстраиваемся под них. Ну, а что делать? О, какая красотулька. Жарко, ротик открыло. Жарко. Да, воды у них хватает. Ой-ой-ой.